Добрый вечер, уважаемые телезрители. Главные подробности сразу после выпуска новостей выходят в эфир. И сегодняшний день, конечно, не исключение. Рад приветствовать всех. В студии я сегодня не один. Сразу представлю сегодняшних наших гостей. Сергей Аркадьевич Питкевич, депутат Законодательного собрания. Здравствуйте. Добрый вечер. И также депутат Законодательного собрания и много кто еще, Владимир Иванович Чигищев. Человек, который знает, что такое производство сельхозпродукции. И об этом тоже мы сегодня поговорим. А говорим мы сегодня на тему вот какую. В новостях уже был сюжет. Мы просто более подробно эту тему будем обсуждать. Мы будем обсуждать цены в калужских магазинах, забота депутатов об этом. И тем более сегодня было совещание о взаимодействии производителей, переработчиков и торговых сетей о мерах по снижению цен на продукты питания. Что-то там в названии еще, еще, еще. И еще было. Оно такое длинное довольно, да? Да, оно длинное. Но это сегодняшнее совещание, оно у нас уже не первое в Законодательном собрании. Этой работой мы уже занимаемся с 2013 года. Но сейчас вот эта актуальность этого совещания как раз возникла в том, что повышение цен розничных в магазине, ну их скрыть было невозможно уже. Понимая ту политическую обстановку, которая сложилась у нас, то давление на Россию, и те, в общем-то, может быть, вы знаете, необоснованные повышения цен, которые сейчас прошли в магазине, заставили как раз депутатов обратиться к этой теме. Так вот вопрос, прямо чувствую, по ту сторону телекамеры, да, телезрители сидят и спрашивают, ну совещаетесь, совещаетесь. А где толк-то? Цены-то растут? Ну вот, значит, вопрос, здесь можно говорить о том, что цены растут, да. Но сегодня, когда Владимиров Николай Викторович, министр конкурентной политики, выступал и говорил как раз о мониторинге цен, о повышении цен, он все-таки заметил, что та деятельность общественных комиссий, которые прошли сейчас во многих магазинах и в муниципалитетах, и в городе, и действия партийного проекта «Народный контроль», они все-таки позволили сдержать цены в Калужском регионе, значительно меньше, чем в соседних регионах. Вот эта работа, она тем не менее... Сдержать значительно меньше. Опасная фраза. Сдержать, потому что в регионах Тульской, Смоленской, Брянской цены, к сожалению, были выше на розничные продукты питания, чем в Калужской области. Все-таки вот эта работа, она была, потому что есть объективные причины повышения цены, мы это прекрасно понимаем. Более того, вы знаете, есть такое понятие, что Алчинсона не имеет границ, поэтому есть, конечно, претензии... Некоторые пользуются. Некоторые этим пользуются. Для кого война, для кого мать родна. Владимир Иванович, ну, на совещании кто присутствовал, кого заслушивали, что нового для себя узнали, какие решения были приняты? Ну, в совещании, как бы хотел сказать, что довольно-таки значимое было. Присутствовали все ведущие министерства, которые непосредственным образом связаны именно с поставкой продукции в наши торговые сети, в наши магазины, и те, которые контролировать должны. Значит, было у нас три министерства. Министерство сельского хозяйства Калужской области, Министерство конкурентной политики, Министерство промышленности новое сейчас, Министерство, налоговые, представитель налоговых органов, представитель антимонопольной службы, руководитель нашего облпотребсоюза, руководитель сельхозпредприятий ряда. Магазины-то были? И счастливые магазины были, и фермеры, крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются переработкой и поставкой в торговые сети своей молочной продукции. Это крестьянско-фермерское хозяйство НИЛ и САПК, Сухиньский агропромышленный комбинат. Они вот уже смогли внедриться, еще не полностью, но внедриться в наши торговые сети. Ну, вы имеете в виду федеральные, да? Федеральные, да, конечно. Потому что не каждый Калужский производитель может туда войти по каким-то причинам. Или, скажем, Дикси. А непосредственно производители сельхозпродукции, они, может быть, рассказывали о том, почему им тяжело поставлять товары на рынок, что им мешает, почему они вынуждены поднимать цены? Ну, если взять крестьянско-фермерское хозяйство, они не могут большой вал продукции поставлять в сетевые магазины. А тем невыгодно принимать мелкие партии. Им вот подавали фрижераторы по 40-50-60 тонн. Ну, это же тоже несправедливо. Ну, хорошо, мы же не собираемся, не претендуем, чтобы оккупировать весь магазин. Оставьте вы нам несколько прилавков, где мы могли бы разместить свою продукцию. Ну, в одном из сетевых, извините, перебью. В одном из сетевых магазинов я видел прямо внутри торгового зала отдельный прилавок, там продают мед. Все правильно. Такая будочка аккуратненько, красивенько стоит. Все, там мед от конкретного, не знаю, фермера, индивидуального предпринимателя. Ну, вот только мед в ней. Но пока мы видим в магазинах, я вот недавно был буквально, и в уголок зашел, в дальний коридор, и маленькими буквами написано объявление, или трафарет, как хочешь называй, калужские продукты. Да вы что? То есть их даже если пожилой человек, то он без очков не сможет. Он может не увидеть, да? Да. То есть вот какое отношение к нам. Вот сегодня на сайте этажи.ру появилась такая фотография, которая, ну, не знаю, насколько она характеризует. Покажите нам, пожалуйста. Вот покупай калужское, я одна бедная, несчастная курица. Остатки ее, да. Вот и все. Вот это как хочешь понимать. Прилавок не заполнен, но надпись есть. Покупай калужское. Ну, вы знаете, я хотел бы здесь сказать, добавить, что вообще-то вот наша федеральная сеть, с которой мы уже действительно работаем года полтора, как раз немножко стали обращать внимание на вот эту вот ситуацию, связанную с покупай калужское и с продуктами собственного производства нашего калужского. Так. Потому что когда мы проводили мониторинг, и вообще опрос жителей Калуги, они все-таки больше доверяют этим продуктам, которые произведены на территории Калужской области. Они все-таки считают, я считаю, не обоснованно считают. Это более качественные продукты и более полезные для здоровья. И вопрос цены здесь тоже достаточно приемлем. Я знаю, что и Владимир Иванович, как производитель, он старается все-таки цену делать достаточно обоснованно. И я хотел бы здесь еще сразу добавить, чтобы закончить покупай калужское, сейчас в законодательное собрание внесен проект закона, в котором будет как раз рассматриваться закон о качестве и безопасности продуктов питания в Калужской области, где одним из статей закона будет выделение изображения знака качества. Я хотел затронуть этот момент. Я его сразу затронул, потому что это в тему покупай калужское. И вот то, что мы сейчас видели, надеюсь, у нас уже не будет таких фотографий, потому что эти продукты будут проходить определенный анализ, и они будут качественны и безопасны. В конце прошлого года при участии молодежного парламента была проведена некая акция. Появились макеты, эмблемы «Калужский продукт». Пять штук, пять вариантов. И было предложено за них голосовать. Если кто-то из телезрителей не в курсе, я прошу сейчас, покажите нам эти макеты. Ну вот, например, такой макет. Еще один вариант. Вот такой макет. Я их буду листать аккуратненько. Ну, в принципе, они такие равновесные. Вот такой макет. Буквы уместились внутрь. Надо же, как оно бывает, оказывается. Опять то же самое. И вот это вот пятый вариант, который поразил буквально всех. Я вам честно скажу, люди над ним смеялись. И это было... Вот эти макеты были вынесены на всеобщее голосование. Два часа назад я позвонил знакомому дизайнеру. Вот, например, он предложил, за два часа нарисовал вот такой вариант. Это калужская вышивка. Это не гостиный ряд, который... Ну, уже его символическое изображение уже порядком надоело даже всем, да? А это вот то, что давно не используется. Калужская вышивка. Например, вот за два часа дизайнера. Ну, откуда вот такие макеты берутся? И кому поручают их разрабатывать и выносить на всеобщее обсуждение? Меня это очень сильно поразило. Кто это делал? Значит, давайте я немножко поясню. Действительно, это молодежный парламент. Ребята взяли на себя инициативу. И на сайте законодательного собрания было размещено вот эти пять вариантов. Для чего это было сделано? Первое. Хочу сказать, что в законе, в проекте закона, который будет вноситься на законодательное собрание, полномочия по изображению знака остается за органом исполнительной власти, который будет уполномочен вот в этой деятельности. Это во-первых. Это просто как пробный вариант, чтобы посмотреть, как люди будут реагировать на этот знак, который вот в таком варианте, мы сейчас его здесь показываем. Мы как раз не претендовали на то, что... То есть все, это забыли, да? Это только как посмотреть, как люди вообще будут реагировать на этот знак, как они к нему будут относиться, нужен ли он вообще. И, как мы поняли, более 500 было откликов голосования, кстати, вот тот, который вы говорите... Ракеточка, да. Ракеточка, да. Он занял, кажется, третье или второе место в голосовании наших жителей. Ну, я знаю, что 23 января, вроде как, вы на каком-то совещании или на заседании комиссии какой-то возвращались к этому вопросу. Рабочая группа. Рабочая группа, да. Возвращались к этому вопросу. И там, если проследить хронологию такую вот с декабря по январь, то как-то менялось даже название. Сначала называли знаком, потом стали называть эмблемой. Так к чему мы все-таки идем? К знаку, да? Нет, нет, нет. Знак качества, он никогда не менялся. Поэтому знак качества... Будет знак? Будет. Нет. Нет, в законодательное собрание 19 февраля будет внесен в законодательное собрание. Как коллеги наши проголосуют? Если проголосуют за, значит, он начнет работать. Между прочим, вот этот вариант, я бы сказал, не самый плохой. А почему? Потому что здесь, видимо, художник или кто и создавал, имел в виду, что настолько качественные будут калужские товары, продукты, что их даже можно поставлять в космос. Ну, то, что изобретали в Калуге и делали, в космосе давно уже есть. И космонавты этим, не знаю, как сейчас, но раньше питались, по крайней мере. Это точно. У нас здесь представители были, рассказывали, что они делают. Но нет, с дизайнерской точки зрения просто есть много вопросов вот к этим всем макетам. Но давайте уже все закроем эту тему. Но мы объяснили. Вы объяснили, спасибо огромное. Значит, ждем 19 февраля, и тогда начнется... И брема будет определяться, может быть, вот эта вышивка красивая. Хорошо. Нет, я готов предоставить. Ради бога. Так, дальше возвращаемся к продуктам. Нет, давайте так, к калужским производителям. Вы, как не только депутат законодательного собрания, но еще и яркий представитель сельскохозяйственного комплекса Калужской области, СПК «Нива», да? Да. Вот эти молочные бочки, которые в городе выставляются, люди покупают там молоко. Да, пастеризованное молоко. Вы знаете не понаслышке, что такое производить сельхозпродукцию. Тяжело? Конечно. Сельское хозяйство вообще, отрасль, кроме того, что она интересная, замечательная, трудоемкая, ну и, конечно, очень сложная. А сегодня в современных условиях тем более. Когда то санкции, то дефолт, то еще что-нибудь. И все время нам не хватает государственной поддержки. Потому что... Вы за год сколько раз повышали отпускные цены на молоко? Два раза. На много? В начале года, нет. В начале прошлого года? Нет, в начале 14-го года. 14-го. Да, и вот сейчас вот в 15-м году повысили. Немножко. И на сколько процентов получилось? Ну, на полтора рубля. То есть в процентном соотношении, видимо, это совсем незначительно, да? Это где-то в пределах 3-5%. Но получается, что вы теряете доход? У вас меньше он становится? Да, нет. Но мы заинтересованы тем, что если мы цены повысим, это не значит, что у меня народа придет столько же, сколько до этого приходило к этим бочкам. Почему? А потому. А люди верят? Такие очереди в эту бочку? Верят, конечно. Но мы же тоже понимаем. Они же качество распознают. Что у нас берут в основном люди, ну, так скажем, среднего достатка. Ну и что? Мы не собираемся на них особо. Нам самое главное, чтобы наша отрасль, способна была выживать. То есть хотя бы небольшая рентабельность была производства молока. Иначе мы просто выживать не сможем. Тогда вы можете понять, наверное, и других производителей, калужских, я имею в виду, фермерских хозяйств, фермеров, крупные какие-то комбинаты, которые все-таки значительно повышают опускные цены свои. Вот смотрите, все время мы слышим свой адрес. А, вот, а почему там дорогие продукты? А потому что это вот производители повысили. Неправда. Мы цены не повышаем. Вот хорошо бы прижилось у всех, и кто покупает, и кто занимается этой проблемой, чтобы у них прижилось такое понятие, что крестьяне, производители сельхозпродукции, они не повышают цены. Мы выравниваем цены, а это же большая разница. То есть нас нужда, жизнь, заставляет выравнивать их. А почему? Потому что энергоносители не обузданно растут. Так. Я имею в виду ГСМ, электроэнергию, удобрения и прочие многое другое запчасти, техника. И мы, если мы просто будем оставаться своим старым багажом, я имею в виду в ценовом плане, то и не будем его выравнивать, немножко подтягивать, чтобы мы могли выживать, то мы совсем пропадем. Вчера буквально читал интервью с одним из предпринимателей. У него бизнес ритейл, то есть он продуктами тоже занимается. И он говорит, что вся товарная цепочка, производство, переработка, упаковка, транспорт, сам непосредственный ритейл, он накладывает отпечаток на ту конечную стоимость, которая складывается, которая получается уже в магазине. Но он сказал еще одну очень довольно интересную вещь. И я потом где-то даже прочитал такое косвенное шутливое подтверждение этому. Шутливое подтверждение звучит примерно следующим образом. Импортозмещение – это когда цена отечественного товара в магазине сопоставима с импортным. Это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Я так думаю. К сожалению, и цены наших производителей, и других отечественных, и других, если к нам в области кто-то попадает, они стремятся все-таки к импортным. Так вот, о предпринимателе еще раз. Насколько это правда? Вы работаете, вы знаете это тоже не понаслышке, вам это близко. Он так говорит, не знаю, верить ему, не верить. Он говорит, что вся сельхозпродукция – это практически ничего, ну, производство сельхозпродукции отечественной, практически ничего там отечественного нет. Как отверточная сборка, он говорит, техники на иностранном производстве тоже, только импортные комплектующие. Семена – импортные. Картошечка – голландская, на 90%. Корма для животных тоже в каком-то процентном соотношении импортные. Прав он или нет? Нет, конечно. Так. Почти практически не прав. У вас как это? Ну, так нельзя. Мы сегодня говорим, что не надо импортный скот покупать. Надо свой брать домороченный. Но мы его покупаем только потому, что наши сегодня племенные хозяйства не могут обеспечить в полной потребности новые предприятия, развивающие, модернизирующие. То есть мы в науке отстаем? Наверное, в целом в России. Мы могли не брать не только в Калуге. Мы берем и в Ленинграде. Ну, скажем, в этом, в прошлом году, по-моему, не брали. А так мы берем и в Ленинграде, и, может, и в других регионах. Лишнее, наверное, беру. У нас, как раз, еще и племзавод. Так-то мы вообще-то правильно должны называться. Племзавод СПК Нива. Потому что у нас статус племенного завода. Мы занимаемся еще, кроме того, что производим молоко, мясо, картошку, мы еще и занимаемся крупно-рогатого. И продаете его? Черно-пестрый пород. И продаем. Условия у нас господдержки, чтобы мы реализовали ежегодно не менее 10% от поголовья коров. Ну, хорошо. По сравнению с какими-то последними месяцами прошлого года у вас заказы на племенной скот количество их увеличилось? Ну, количество увеличилось. Люди перешли на отечественный материал? Ну, у нас определенные мощности, скажем, если так выразиться. Выше крыши не прыгнули. Да, мы не можем, да. Они же, одна корова не может. Вернее, каждой корову по два теленка приносите, чтобы это были телочки. Вот. Поэтому, а потом себе же надо воспроизводство оставлять. Хорошо. Но вот в отношении того товарища, он, конечно, видимо, все-таки далековато от сельского хозяйства. Ну, может, не с теми людьми общался. уважающий себя сельхозтоваропроизводитель занимается своим собственным семеноводством. Но если какой-то сорт зерновой культуры, кормовой, зарубежной селекции очень хороший, а почему? Ну, это не значит, что это тверочные, сборочные, что мы вот все на импорте. Не так. У нас, например, все свое домороченное. Все, все, все. Разгромили его, разгромили его. Тот, кто у нас берет телят мясо, говорит, как удается. Это же, такой говядин, это мечтать просто можно. Даже вот разряжаешь окород, ну, это же, это же там все сказано, чем? Но это же наша продукция, наше сено, наше зерно, конец корма. То есть есть, чем гордиться. Наши другие примиксы, которые мы им даем. Конечно. Гордимся. Почему мы сегодня говорим, что калужане хотят иметь свою продукцию, и все мы хотим, чтобы она была собственного производства. Это же очень, самое главное, что это качество возрастает. Нет посредников. Вот что это, калужский фермер, вот как раз мы к этому и стремимся, чтобы не только качественно, но и без посредников. Вот сегодня я картошку продаю. Сложная логистика будет, конечно. Картошку мы продаем по 14 рублей. Продаете торговым сетям? Ну, и торговые сети мало берут, видимо, берут все-таки перекупщики больше. А вы не продаваете им? Ну, а другие-то не берут, по крайней мере, сегодня. А выйти напрямую на... Ну, напрямую довольно-таки сложно. Сложно, да? Да. Было время, потерянная цель. Так, вы сказали, картошку вы продаете по... 14 рублей. Покажите, пожалуйста. А в магазинах, она уже 23-25. Значит, вот внизу кружочек, вот внизу кружочек, картофель называется, да? Да. Это данные по Центральному Федеральному округу обновляются еженедельно на сайте ТАСС, расположена эта инфографика. Я сейчас нажму на этот кружочек, и появится средняя цена по Центральному Федеральному округу розничная. Вот, хорошо. А вы продаете по 14 рублей, да? Да. Нажимаем. 31 рубль 12 копеек. С начала августа на 19% выросла розничная стоимость картофеля. То есть, то, что в ваших 14 рублях заложены ГСМ, транспорты, доставки, работа. Мы берем самую маленькую дельту. Почему? Мы могли тоже и 30, и 25... А что ж торговые сети так в два раза получают? А вот мы об этом все время везде и говорим. А считать, что это мы, производители. Ну, кто-то может быть не по 14. Фетисов продает по 18. Но опять это не 31. Но все равно 18 и 31. Это крестьянский фермер, сходясь, братья Фетисов. Так, хорошо. Вот сегодняшнее совещание о мониторинге цен. Я понимаю, что вы сами лично мониторингом не занимаетесь, но наверняка... Ну так, вы анализируем, а как иначе не нужно. Какие продукты наиболее подверглись нашествию лишних рублей? Сначала шел разговор о мясо птицы. Ну, сейчас, мне кажется, оно все-таки стабилизировалось. Потом был вопрос о повышении цен на мясо. Говядина, свинина. Но на данный момент, вот в январе, как раз мониторинг был о том, что цены пришли в более-менее нормальное состояние. Но, тем не менее, здесь ситуация вот какая, что сейчас просто есть тенденция к росту ежемесячному, даже еженедельному. Поэтому, если мы говорим о том, что рост розничных цен за декабрь составил в среднем 4,2%, то в январе он составил тоже приблизительно такой же процент роста. Здесь вопрос тенденции, идет постоянное повышение. Нет такого. Поэтому мы пытаемся всеми нашими действиями все-таки как-то попытаться остановить этот рост цен, который идет постоянно. По каким-то позициям товаров это сезонные, наверное, Это сезонные, да. Мы это учитываем тоже, потому что есть сезонные, с которым, как бы, мы понимаем, что это всегда, ежегодно, вне зависимости от кризисов и других, есть просто сезонные повышения. А сейчас мы не говорим о сезонном. Сейчас мы говорим о том, масштабном, наверное, повышении, который каждый раз идет определенное повышение. То есть мясо, вы говорите, оно не сильно, да? Ну, оно, по крайней мере, сейчас стабилизируется. Ну, опять-таки, давайте посмотрим данные по Центральному Федеральному Округу как раз на мясо. Покажите, будьте добры. Да. Говядина, проверяем. Вот, ой, еще раз, по говядине получается с начала августа на 15, ну, почти с половиной процентов за год, 21 процент прибавило. Но сейчас замедлилось, да? Да. А потом разные сетевые, по разным. Ну, вы знаете, это средняя температура по больнице. Это средняя, да, по Центральному Округу. По Центральному Федеральному Округу. Я уже говорил, что у нас в регионах достаточно значительное различие в ценах. Вот вы говорили, сейчас показывали картофель 31 рубр с копейками. Да. А мы вот, когда делали это мониторинг по магазинам и в сетевых магазинах, картошка 19,90. А, хорошая, замечательная. Кстати, фетисовый. Ну, наверное, не во всех магазинах. 24 рубля. Подождите, вы сказали, фетисовый по 17 сдаёт? По 17. А в магазине от 19,90 продаёт? То есть плюс 2 рубля всего? Да. Как это? Где эти магазины, давайте скажем нашим телезрителям? Это Людинова, Люмар, магазин. Да, да, да. 19,90, пусть приезжают и покупают прекрасную картошку. А до Калуги фетисовская картошка доезжает? Ну, видимо, у него заключены с ним договорные отношения. Да. А здесь, видимо, может, не получилось у него. Да вы что? Да. Так, я так понимаю, что там капуста очень сильно подверглась? Да. Были там как раз очень большие подвижки в цене вверх в капусте, но это происходило не только в Калужской области. Я так понял, что действительно во всём центрально-федеральном округе и, наверное, если мы сейчас откроем вашу волшебную таблицу... Капусту? Капусту, да. Капусту открываем. Вот она. Мы видим, что действительно высокий процент. Да. Плюс 101 процент с начала августа, да. Да. Кошмар. Но я хотел ещё показать вот эту цифру. Число. 929 рублей 87 копеек. Так говорит мониторинг Этартас. Это цена продуктовой корзины недельной в среднем в Центральном федеральном округе. Получается, что с начала августа она выросла почти на 14%, что очень обидно. Вот. Но успокаивает то, что, допустим, если мы на Чукотский автономный округ посмотрим, то там эта же корзина стоит 2000 с лишним рублей, в два раза больше. Но я понимаю, Чукотка далеко. Так что отдельно, кстати, здесь выделена Москва. Здесь рост продуктовой корзины вообще почему-то смехотворный. Даже до 1% с начала августа не дотягивает. И в среднем по Российской Федерации, согласно инфографике Этартас, продуктовая корзина 900 рублей 59 копеек. Вот такие вот данные. для успокоения, не знаю, или для чего-нибудь, пусть повисит вот эта цифра, а мы дальше продолжим обсуждать. Итак, на совещании обсуждались цены, разговаривали с сетевыми магазинами, к чему пришли? Что обещают сетевые магазины? Ну, я знаю, что сразу же после совещания руководители некоторых сетевых магазинов сразу же стали обращаться к нам по вопросу, а как нам найти наших производителей? А, даже так. Да, и прям тут же мы вот после совещания сразу же, через минуту, начали они общаться между собой, производителей и торговые сети. Вот одна из целей как раз может быть и рассказать возможности наших производителей, переработчиков торговым сетям. Здесь надо понять, что у нас вот этих федеральных торговых сетей 207 магазинов. Это огромная сеть, огромная, у которых свои логистические центры, которые занимаются приемом очень большого объема продукции, которым как бы очень интересно работать с большими поставщиками. Расположены ли эти логистические центры на территории Калуги и Калужской области? И вот здесь вопрос, как раз вы говорите о том, что есть некоторая проблема с этим, потому что логистические центры, один находится в Туле, другой в Краснодаре зарегистрированы. И вот эти вот филиалы, так называемые, всех этих сетевых магазинов, которые в общем-то действительно делают хорошее дело, потому что обеспечивают продуктами и зачастую все-таки создают конкуренцию, что просто необходимо это. Но вот вопрос, вы знаете, налогообложения, он возник на этом нашем совещании. И когда Зайцев Сергей Дмитриевич, руководитель федеральной службы по налогам в Калужской области дал цифру о том, что значит на 207 вот этих магазинов сетевых в 2014 году было заплачено налогов 354 миллиона, это капля в общем-то в море. И когда региональные сети, региональные сети, да, и оборот в этих торговых сетях намного больше, 80 миллиардов рублей. Региональные торговые сети 3,2 миллиона рублей, но налогов они заплатили 174 миллиона, 3,2 миллиона, миллиарда, извиняюсь, миллиарда, оговорился. Но налогов? 174 миллиона, то есть в два раза меньше. Несопоставимые цифры? Конечно. Несопоставимые. То есть тогда возникает вопрос, где деньги? Но это вопрос юрисдикции, я так понимаю, сетевые магазины, крупные, федеральные, они же наверняка не в Калуге зарегистрированы? Конечно. Вопрос как раз заключается, что мы предлагаем в законодательном собрании как раз выйти с обращением или законодательной инициативой, где бы рассматривалась возможность, когда располагаются на территории Калужской области данные филиалы, чтобы налоги шли в местный бюджет, бюджет областной. Для того, чтобы они работают, ну и пускай налоги к нам платят. Тогда это будет уже другие совсем цифры, которые будут исчисляться миллиардами. Извините меня, это образование, здравоохранение, зарплаты и все остальное. Вся наша социальная, в первую очередь, структура, которая может сразу почувствовать несколько другие возможности. Вы говорите, что это законодательно должно быть принято на региональном уровне или на федеральном? Это федеральные полномочия. Но это же, наверное, не очень быстро получится и тяжело. Так мы хотим законодательной инициативой. Но мы уже привыкли к тому, что все, что мы, наши законодательные инициативы, все это достаточно тяжелый и, может быть, не сразу быстро восполняемый труд. Но надо. Но это надо. Капля, камень точен. Поэтому эта тема, я думаю, что тем более, что все наши законодательные инициативы, которые мы отправляем в Государственную Думу, Совет Федерации, и мы за поддержкой эти обращения или законодательные инициативы отправляем в другие регионы, для того, чтобы они рассмотрели на своих представительных органах власти и выразили свое согласие, поддержку и отправили эту поддержку в Государственную Думу. Уже кто-то поддержал? Мы еще не мы только провели сегодня совещание. Сергей Аркадьевич, а вот сейчас готовится федеральный закон о внесении. Там не будет это предусмотрено? Федеральный... Вот о торговой деятельности. в Государственную Думу сейчас как раз внесен уже некоторые изменения в закон о торговле, где как раз и будут рассматриваться некоторые возможности. То есть, первое, это прозрачное образование цен в торговых сетях, потом понижение, значит, ретро-бонусов с 10% до 3%. И вот эти моменты, я думаю, есть большая перспектива принятия этого закона. Более того, на совещании было предложено законодательное собрание нам, депутатам, подготовить обращение в Государственную Думу о скорейшем принятии этого закона и о поддержке этой законодательной инициативы. Я думаю, что, наверное, наши коллеги это смогут поддержать. Вот еще была такая законодательная инициатива, и Москва, по-моему, в качестве эксперимента ввела торговый сбор, продавцы плачут, то есть магазины просто там какие-то неимоверные деньги им приходится платить, никаких торговых сборов повышать в Калуге не собираются. с торговых точек? Да, 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 с торговых точек. Да нет, у нас пока этого не слышно. Я вас очень прошу, в законодательном собрании даже не обсуждайте, ладно? Даже не обсуждается. А то сейчас всем тяжело, магазины закрываются один за одним. Возможно, это для Москвы пилотный проект. Ну да. Даже вопрос налога на имущество не рассматривается льгот. Поэтому, наоборот, все возможности для того, чтобы люди работали, и как раз сейчас большое внимание малому и среднему бизнесу на совещании как раз уполномоченные по правам предпринимателей был, как раз и Строганов был, министр промышленности и малого бизнеса, специально пригласили для того, чтобы послушать. Вот, кстати, еще в том году была возможность получить льготные кредиты предпринимателям и фермерам, да? Сейчас эта возможность сохраняется? Сохраняется, но уже объемы, конечно, не те, чтобы... Объемы не те или условия не те? Нет, объемы. Объемы, да? Прежде всего, наполняемость бюджета определяет это, а условия остаются почти те. А ведь производство сельхозпродукции требует серьезных инвестиций. Мы об этом говорим, а тем более идет такая широкомасштабная модернизация сельского хозяйства сегодня. А, кстати, а существует же такая статья расхода, как налогообложение инвестиций? Инвестиции обкладывают с налогом. Это тоже проблема. Это на федеральном уровне проблема. Возможно. Но с нас это время пока не сходит. Мы не платим только налога. Ну и вообще, как бы полномочия вообще вопросов торговли, это федеральные полномочия. Ну, я не знаю, хочу сказать даже, к сожалению, мне кажется, что если бы в регионах мы как-то в Сино, потому что регионы имеют разные экономические развитости, отдаленность, разные климатические условия. Это да. Да, может быть, и могло бы быть лучше, если бы это в регионах дали. Для того, чтобы нашим телезрителям, и мне лично было понятно, вот проводится мониторинг, может быть, может быть, вы знаете, каким образом? Вот товар там привезен за 100 рублей, поступил, да, в торговую точку, а продают за 200, и все, предприниматель виновен, который продает, или вот как выявляется вот это необоснованное завышение? Я бы здесь хотел сказать вот о чем. Дело в том, что сейчас к мониторингу цены вот этой торговой наценки подключилась и прокуратура. Были, значит, поручения генеральной прокуратуры, для того, чтобы в регионах прокуратура занялась... И прокуратура совместно там и с надзором... Совместно, да, и вот у нас был заместитель прокурора Калужской области на нашем совещании, который как раз рассказал о том, что они провели в декабре-январе достаточно большую систему проверок. Было, даже, я помню, 42 предупреждения, значит, вынесено несколько дел по административным правонарушениям. То есть, были такие моменты, когда нарушалась вот эта вот ценовая наценка увеличенная была, но, тем не менее, в общем, в общем, все равно картина в наших торговых сетях была благоприятной. То есть, таких нарушений было немного, тем не менее. Сейчас, вот вчера председатель правительства России Медведев Медведевич, он как раз выступил с тем, чтобы внести в Государственную Думу ограничение торговой наценки не более 30% на социально значимые товары. Я думаю, что... У нас же внутри региона было принято решение... Нет, у нас... Поставление губернатора 18 видов социально значимых товаров 10%. Но торговые сети, значит, они немножко начинают здесь лукавить. Когда, извините меня, стоит на прилавках рис разной ценовой, так сказать, разных цен от 40 до 100 рублей, они имеют право сделать наценку 10% на рис, который стоит 100 рублей, отпускная цена. Он будет 110. То есть, номинально все получилось, да? И все получилось. Но, извините меня, социальный товар, на котором есть вот эта, значит, этикетка там желтая, которая как бы социальная, она дороже в два раза. И вот такие вещи в торговых сетях, к сожалению, практикуют. по себе заметил, и наверняка многие так делают, что если раньше было достаточно заехать в один магазин и закупить продукты, то теперь приходится хотя бы два магазина посетить, чтобы выбрать то, что меньше стоит, и купить именно это. Уж на что, казалось бы, я никогда этим не страдал, то есть, мне хватало денежных средств зайти в магазин и купить. Но вот даже сейчас приходится уже задумываться о том, что пора экономить. Они сами сетевые магазины заставляют с недоверием к ним относиться. Вот хороший пример, так сказать, уже может быть всем надоевший про гречку. О, это да! Была гречка, убрали, потом она через несколько было 70 рублей. И пенсионерка купила. И вдруг она не привозили, она в два раза увеличилась, а то и два с половиной. Так, к сожалению, наше время заканчивается. Я для информации нашим телезрителям хочу просто показать одну картинку. Не реклама, пусть это будет социальной рекламой. Покажите, пожалуйста, нам картинку, и мы заканчиваем. Что такое? Не могут показать, к сожалению. Ладно. Существуют специальные сайты, куда можете заносить текущие цены в магазины, которые вы видели, и таким образом делать собственные анализы, и все остальные посетители тоже туда заносят цены. И такой глобальный анализ по России, конкретно по каждому городу, так, чтобы законодательные инициативы, которые могут облегчить жизнь калужан и жителей области, они случились, чтобы мониторинг цен оказался действенным, чтобы, ну, не то, что совсем под контроль взяли, все-таки политика регулировать, регулировать экономические отношения, это тоже не совсем хорошо, да? Экономика должна регулировать себя сама. Ну, в общем, спасибо. То, что рассказали, мне понравилось, отчасти даже успокоили. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Главные подробности», буквально через пару минут ток-шоу, и в нем сегодня речь пойдет о том, что разные дети есть в нашей стране, инклюзивное образование, об этом в этой студии Марина Глушенкова через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова